К другим темам. Некомфортная городская среда. Из-за забора, который установили ради безопасности пешеходов, людям теперь приходится выходить на проезжую часть и стараться не попасть под колеса. Как красноярцы вынуждены рисковать на перекрестке Красноярского рабочего и улице Кольцевой возле предмостной площади? Как установку преграды объяснили в администрации? Что об этом думают местные жители? Расскажем в следующем сюжете. Дорога не прибавится. Больше всего опасности новый маршрут, конечно, доставляет пенсионерам и людям с детьми. И если кто-то, чтобы не рисковать, берет детей на руки, то у мам с колясками просто нет выбора. Это, во-первых, небезопасно. Мы с маленьким ребенком сегодня чуть не попали в неприятную ситуацию. Очень неудобно, приходится обходить. Я не знаю, но раньше его здесь не было. Мы уже живем с 19 лет. Можно как-то его убрать? Мам, люди не попали под машину. Даже ребенок говорит, надо его убрать, чтобы люди не попали под машину. В перекрестках здесь очень людный, трафик пешеходов большой, поэтому для безопасности жители просили установить пешеходный переход, а вместо этого получили забор. Теперь люди еще сильнее рискуют попасть под колеса, а ведь ДТП на этом участке происходит часто. Теперь взяли и закрыли полностью проход. А девушку сбили 7 мая вот здесь. Поворот на скорости вышел. Сбил, девушка лежит. Реанимация приехала, его забрали. А теперь люди ходят там. Сегодня на нас чуть не наехали вот с этой стороны. Машина чуть на нас не наехала, потому что нам пришлось идти вот здесь. Ну вот в администрации говорят, что забор на этом месте раньше уже был. Просто потом сразу 4 секции пропали. И теперь ограждение восстановили на прежнее место. И сделали это именно для безопасности пешеходов. Жители обращались к нам по этому участку, просили сделать там пешеходный переход, но, к сожалению, это невозможно. И в его существующей застройке также стоит отметить, что на участке отсутствует треугольник видимости. И, соответственно, чтобы обезопасить людей, необходимо ограждение, потому что не все готовы соблюдать правила дорожного движения. Хотели как лучше, а получилось по-другому. Люди планируют отстаивать привычное место для перехода через Кольцевую и будут обращаться к депутатам. Заряд в управлении зеленого строительства здесь нужно полностью переделать всю схему движения. И такой проект уже существует, но его нужно обсуждать и дорабатывать. А пока люди будут продолжать переходить дорогу в неположенном месте и рисковать своими жизнями. Григорий Горячих, Валерий Чащин, 7 канал.